Всем привет! С вами снова, как всегда, славный дружа Обломов, и настало время славного обзора! Огромное спасибо за большое количество лайков на предыдущем славном обзоре про тортики! Я вас понял, я понял, что вы хотите стейки, вы хотите бургеры, вы хотите мясо. Хотите? Получайте! Я подумал, что нужно найти какое-нибудь место, чтобы там были и стейки обязательно, ну типа из мраморной говядины или не из мраморной, И чтобы там были бургеры, знаете, это на самом деле две любимых темы моих подписчиков, то есть они обожают смотреть и бомбиться от того, что мне привезли хорошие или плохие стейки, и обожают гамбургеры. Я не знаю почему, но обзор на бургер-бюро, мясную лавку собирает больше всего просмотров. Я не знаю, то есть ставишь на превью гамбургер, все, гигантское количество просмотров обеспечено. Не знаю почему, может для людей это является квинтэссенцией какой-нибудь питательной кухни. Короче, я нашел один бар, в котором есть и доставка, и у них есть и бургеры, и у них есть и стейки. По факту у них не такой уж большой ассортимент, это бургеры, стейки, пицца и какие-то сэндвичи. Вот и все. Называется это место Гризли Бар. Я даже почитал отзывы про это место. Есть и хорошие, есть и плохие, но хороших гораздо больше. Правда есть и такие. И тут нас ждало разочарование. Песочная основа с шоколадным наполнителем превратилась в белый хлеб с пастой нутелла. Просто десерт для гурманов. Я не знаю. Есть пара отрицательных отзывов, но в основном люди пишут, что все было очень вкусно и сытно. Что удивляет? Во-первых, у них удивительно недорогие стейки. То есть стейк Рибай за 1000 рублей это недорого. Там какой-нибудь филе миньон за 600-700 рублей. Это тоже очень недорого для мраморной говядины. Что повергает меня, ну не в шок, но в определенные подозрения. А действительно ли у них стейки из мраморной говядины? Потому что гамбургер может стоить 300 рублей. 320-400. И он может быть хорошим, нормальный, с хорошей котлетой. А вот когда стейк стоит 700-800. Ну мой опыт подсказывает, что обычно мясо так себе. Вот откровенно так себе. Так или иначе, мы уже заказали у них. Они обещали привезти все за час 20. Сидим, ждем. Оставайтесь с нами. Как всегда, мой чудесный спонсор это приложение Delivery Club. Я думаю, все его уже скачали. Я каждый раз повторяю одно и то же. Я думаю, все постоянные зрители славного обзора знают, что такое приложение Delivery Club. Берешь, включаешь, нажимаешь две кнопки, все, тебе везут еду. Тебе привезли еду, ты смотришь, привезли плохо, ставишь месту палец вниз. Смотришь, тебе привезли. Хорошо, ставишь месту в приложении, палец вверх. Смотришь, где хороший рейтинг, у каких мест, заказываешь оттуда, привозят хорошо. Вот такие вот дела. Ссылка на приложение Delivery Club находится в описании. Как всегда, большое им спасибо. Да, не жалуйтесь, что много рекламы. Благодаря ним я вас радую новыми обзорами. Посмотрим, что такое Гризли Бар. Вот и наш заказ из Гризли Бара. Собственно, заказали мы всего на 5307 рублей. Справились они за 1 час 23 минуты. Но... Ладно, давайте распаковывать, но ничего абсолютно теплого. Я, к сожалению... Я, к сожалению, тут не вижу. Ладно, давайте посмотрим на стол. Распакуем пару пакетиков. Возьмем, например, вот этот. Не знаю, вот этот, предположим. Такие Карлсберговские пакетики. Гризли Бургер. А, нет, чуть-чуть тепленький вроде. Гризли Бургер. Время написано 20.35. Если что, сейчас 21.30. Вот, так что смотрите сами. Итак... Ну, выглядит... Выглядит неплохо. Без фольги абсолютно в картонной коробочке крайне, крайне, крайне посредственная у всего температура. Вот, например, еще какое-то блюдо. Бифстроганов. Ни фольги, ни бумаги, ничего. Что я могу сказать? Все, теперь уже можно не торопиться. Все эти бургеры, все это абсолютно комнатной температуры. Может, чуть-чуть теплое. К сожалению, за полтора часа... Какого черта они это доставляют без фольги, я не понимаю. То есть, это не термокоробка, чуваки. Это просто тонкий, тонкий картон. Посмотрите. То есть, здесь нечему удерживать тепло. За это, как бы, я ставлю... За упаковку я ставлю Гризли Бару. Огромный минус, потому что сейчас нам придется все это есть ледяным. Ну, я понимаю. Ладно. Итак, Гризли Бургер Весит 400... Не вижу. 440 грамм. 495 рублей. Ладно, давайте посмотрим, что там внутри. Может, это божественно вкусно. Ну, блин, ну нельзя. Ну, посмотрите. Ну, вот посмотрите вот на это. Что это за вода? Откуда, понимаете? Мокрая. Откуда? Ну, это конденсат. Ну, где бумажка какая-нибудь? Где салфетка? Где бумага, которая сделала бы это... Оставила бы этот гамбургер теплым хотя бы полтора часа? Фигу. Нет ничего. Нельзя так доставлять. Говоришь один раз, второй раз, третий раз. А доставка у них есть. Пожалуйста, мы вам привезем через полтора часа ледяные бургеры. Зашибись. Спасибо, чуваки. Пятихаточку взяли с нас. Пятихаточка. Это отлично. Итак, гризли-бургер стоимостью 500 ре. Бекон вижу, лук вижу. Бекон недостаточно прожаренный. Я люблю, когда он как в мясной лавке. Но я вижу две толстенные котлеты, кучу соуса и уже сыр, понимаете, он уже как бы застыл от времени. Что я вам могу сказать? Примерно вот такого вот это дело масштаба. Попробуем. Ну, это отличный бургер. Чуть-чуть даже теплый внутри. В котлету добавлено немножко розмарина. Или даже множко розмарина. Но это вкусно. Но котлета, безусловно, не из мраморной говядины, как в мясной лавке. То есть она, это просто мягкая, очень неплохая котлета из обычной рубленой или пропущенной через мясорубку говядины. Отлично заходит лучок. Вот этот вот. Он как бы обжаренно-маринованный. Не знаю, как они это делают. Очень вкусный. Сладковатый лучок. Просто великолепный. То есть он вот идеально туда заходит. Вердикт. Хороший ли это гамбургер за 495 рублей? Он вкусный. Безусловно, он вкусный. Соус отличный. Сыр отличный. Огурчики отличные. Лучок великолепный. Вот этот лучок они делают отлично. Но он еле-еле теплый. Я не скажу, что он промок снизу. Нет, не успел все-таки. Но он еле теплый. И, к сожалению, котлета там из самой обычной говядины. Ну, то есть, когда ты ешь котлету из мясной лавки или из бюро-бургера, там просто, знаете, это мраморная такая, которая, наверное, растворяется во рту таким говяжьим вкусом. А здесь обычная такая котлетная котлета. Хорошо ли это? Это зашибись. Должно ли это стоить 495 рублей? Я не уверен. 380, может быть, 495. Ладно, пока место не очень однозначное. Откроем еще один пакетик. Рашен бургер, сделанный в 2035. Так, рашен бургер. Давайте посмотрим на температуру рашен бургера. Я, например, о, смотрите, он даже чуть-чуть тепленький. Выложим 429 рублей за 279 грамм. Такие дела. Вижу грибы, соус, лук, салат. Попробуем. Тоже достаточно вкусный бургер, но в него добавлено немножко маринованных грибочков. Съедомно ли это? Да. Но... Дороговато. Серьезно. 429 рублей. Еще раз, это очень вкусный гамбургер. Он достаточно большой, с мягкими булками, ну, с обычной самой котлетой. Хорошо собран. Есть соус. Все как бы фулл пэк, все есть. Но все-таки 429 рублей это достаточно бы хрена. То есть, если бы это была, там была мраморная говядина, все, вопрос закрыт. Но так как там самое дорогое-то мясо, это просто обычное какое-то говяжье филе. Промолотое. Оно пережевывается нормально. Зашибись. На 429. Скажем так, этот бургер на 100 рублей дороже, чем его вкус. Вот как я это охарактеризую. Если бы он был горячим, как бы это бы скрашивало бы мою печаль. Вот комплектация Гризли. Гризли Бара. Она вот такая вот. Вот такие вот салфеточки, в которых завернуты вилки. И... Так, вот тут мы приберем. Честно говоря, для доставки комплектация не фантастическая, но хотя бы тут есть вилочки и ножички. Пусть будет так. Подходим к ключевому моменту. Ключевой момент это стейк. Стейк Рибай. Стейк Рибай стоит 1000 рублей. Но нет никакой надежды у меня, что он теплый. Вот такой вот у нас стейк Рибай. Пахнет стейком. Я выложу его на отдельную салфеточку, потому что я хочу посмотреть, сколько же все-таки мяса. Она абсолютно холодной. 194 грамма мясца за 1000 рублей. Ладно. Давайте что ли отрежем. Посмотрим. Да. Хотя нет, смотрите-ка. Небольшая розовизна даже есть. Ну, насчет температуры, я думаю, тут как бы что показывать. Все понятно, да? Отрежем кусок. Чуть-чуть розоватый внутри. Ну, это мраморная говядина. Да, это мраморная говядина со вкусом говядины, со смесью перцев. Очень легко прожевывается. Просто барбекю соус из бутылочки, из баночки. Пара картофелинок вот таких вот. Вареная картошка, но сделанная на гриле. Ну, что я вам могу сказать? Я думал, что все будет гораздо хуже. Я думал, что, во-первых, он будет well done, а во-вторых, это будет вообще не мраморная говядина. Это скромный кусочек, крайне не толстый. Вот такой вот. Но, действительно, это Black Angus. А это разительно отличает стейки от нестейков. Если это просто говядина, то это отбивная. Если это кусок мраморной говядины, обжаренный розоватый внутри, то вот это уже можно назвать стейком. Вкусно, к сожалению, прохладно. Не очень большая порция. Я бы предпочел, чтобы он приехал горячим, пускай бы он стоил полторы тысячи рублей, но толще. Толще и горячим. И пускай он стоит 1300, 1400, 1500 рублей. Я понимаю, что мраморная говядина стоит кучу денег. Вот такая розовизна. Это medium, medium well, да, medium well. Но мясо мягчайшее, что его немного спасает. Ну, пока нормально, но холодно. Погнали дальше. Чизбургер за 289 рублей. Весом 233 грамма. Вот такой вот небольшой чизбургер. Но он все, он комнатной температуры, с соплями сыра. Посмотрим, что там внутри. Сыр, лук. Ну, ладно. Выглядит вот так. Не, выглядит неплохо, выглядит зашибись, просто он уже абсолютно прохладный. 289 рэ. Эх, ладно. Сырно-горчичный чизбургер с соусами, с листьями салата, со всеми делами. У котлета точно такая же. Ну, как сказать, она вкусненькая, но ни о чем. Вот типа того. Вкусненькая, ни о чем котлета. Крайне съедобно, вкусно и холодно. Ну, то есть, нечего сказать, это просто хороший, отличный чизбургер. Если бы я пришел к ним, и под пивасик, я бы его заказал запросто. Не делал бы такого, боже, это мясная лавка там, или бюро бургер, спасибо за твои булочки. Просто, под пивасик, это отличный закусон, если сидеть у них в баре. Я так понял, что это бар. Да. Здесь написано стейки и бургеры, гризли бар. Вот. С доставкой не уверен. Хотя бы по одной простой причине, они не запаковывают то, что они привозят нормально, чтобы оно приехало теплым. Они этого просто не делают. Не знаю, по религиозным соображениям, или еще по каким. Само собой. Само собой. Твои стейки, само собой. Твои гамбургеры. А доставка у них запланирована, потому что у них все запаковано вот такие контейнеры. То есть они знают, что они заказывают с доставкой. Наверняка такое бывает. Само собой. За полтора часа, но приезжает никакое. Вообще никакое. И при этом все равно видно, что было вкусно. Когда было горячим, было очень вкусно. Далее у нас идет нечто, что называется бурритос. Не знаю, что это такое. 380 рублей стоит бурритос. Весит 480 грамм. С учетом коробочки. А вот два таких вот маленьких буррито. Все комнатной температуры. Так. Ну, давайте посмотрим. Проблема, понимаете, проблема всегда в одном. Вот если они без бумаги, вот у вас все, у вас влага. В коробке влага. Нельзя буррито доставлять влажными. Давайте откроем один. Одно. Одну. Посмотрим, что там внутри. О, смотрите. Настоящая буррито. Ладно. Завернем назад. Она даже чуть-чуть тепленькая еще. Такой чуть-чуть. Попробуем. Обжаренный с томатами говяжий фарш. Соус типа сальсы. Ммм. Пикатненький, кисленький. Это соус. Не знаю, что такое. Что-то типа густой-густой жирной сметаны. И вот такие вот крошеные овощи. Если вы хотите это сделать с закусоном. Ну, как вам сказать? Говядина, фарш обжаренный. Вкусно действительно делают. Ммм. Сильно-сильно такой немножко чесночно сырный аромат. Более чем съедобно. Буррито хорошее. Маленькие, небольшие, зато их два. Они с гарнирчиками идут. И внутри у них очень нажористая и сырная начинка. Вот что я вам могу сказать. За это ставлю большой плюс. Вкусное блюдо. Сэндвич Гризли Клаб. 300 рублей. 295 точнее рублей. За 314 грамм. Вот такой вот сэндвич. Выглядит неплохо. Прям такой надутый с кучей колбасок всякого там. Выглядит знатно. Ну, очень бахнутый сэндвич. Тут видно. куча сыра, куча колбасы, солененькие, чуть-чуть остренькие с томатами. Для любителей бутеров это прям король бургер. Горчица чувствуется внутри. Ну, так как от сэндвича ты не ждешь, что он будет супер горячий, то вот это вот вкусно. Ветчина самая обычная, знаете, покупная куриная ветчина. Но за счет того, что тосты чуть-чуть обжарены и там куча-куча всего, это отнюдь неплохое блюдо. Странно, мы и не думали, что тут есть еще какой-то... А нет, бургер король дорог 480 рублей. 480 рублей за 418 грамм. Вот это самый здоровенный гамбургер из всех, насколько я понял. Вот такой вот бургер король дорог. Это томат или перчик? Короче, что-то копченое. Но я не знаю, я уже полностью набит этими бургерами. Король дорог за пятихатку вот такой вот гигантский гамбургер. Только с копченым томатом или копченым перчиком внутри. Я уверен тоже, что он вкусный, ничего необычного я в нем не вижу. Соус, листья салата точно такая же, точно такой же фулл-пэк, как и везде. Вот такой. Ну, опять же, если бы он был горячим, я бы поставил ему, не знаю, 8 из 10, наверное, сняв 2 балла за, исключительно за то, что котлеты не из мраморной говядины, а я зажрался на котлетах из мраморной говядины, которые дают в мясной лавке. Вот и все. Ладно, филе миньон. Филе миньон. Филе миньон, друзья мои, это у нас должно быть тоже из мраморной говядины. 590 рублей за сколько-то там, 300, короче, за 400 грамм. Так, откроем. Открываем филе миньон. Иж запаковано-то как. Мэ. Но я не знаю, из какой части это сделано. Мы, конечно, сейчас попробуем, но филе миньон, друзья мои, это достаточно толстенькая вот такая вот колобашечка, сделанная из говяжьей, мраморной говядины, вырезки. Это стейк в виде вот такой вот толстенькой колобашечки. Здесь это почему-то называется филе миньон, но при этом это говядина на шпажке. Как бы я не понимаю, в чем смысл. Маленько. Ну, это тоже очень мягкая, судя по всему, мраморная говядина. Но относительно филе миньон, она, конечно, адски пережарена. Вот это вот стопудово, я вам говорю. Практически она внутренне розовая, серая, потому что я не знаю, что с ними не так, они делают очень тоненькие куски. Что стейк рибай, что филе миньон? Вот рибай должен быть в полтора раза толще, минимум. Филе миньон в два раза толще, должен быть минимум. И какой еще филе миньон на шпажке? Это что? Это в каком месте филе миньон? Что это за соус? Попробуем. Сливовое варенье потрясающе. Объясняю тем, у кого доставка мяса. Варенье это не соус к мясу. Соус может быть фруктовый, но сладкое варенье или джем из баночки это не соус к мясу. Если рибай был вкусный, то филе миньон, ну, он из такого же мяса, но никаким филе миньоном он тут и не пахнет. Хотя говядинка мраморная. Ну, посмотрите, ну что это, блин, он с этой стороны даже не прожаренный. Само собой все холодное. Вообще, вообще вареное какое-то мясо. Салат из тут картошка, огурцы наваленные. Вот так вот все это в соусе. Наверняка, наверняка съедобно. Да, типа такого грубого оливье. Не знаю. Короче, это блюдо и оно может быть даже неплохое за 500 рублей или сколько оно стоит? За 600 рублей. Но это не филе миньон. Он неправильно сделан, он неправильно подан, он с одной стороны вообще не обжарен, как бы и прожарен он до жуткого well done, так что мы сделаем вот так. Вот это закроем его и отставим куда-нибудь в сторону. Вот. Ребай хотя бы был прожарен с двух сторон нормально. Что у нас осталось? Сезарь с креветкой цезарь с креветочкой 259 ре ой, 209 грамм вот такой вот цезарь. Мне нужна вилка. Где у нас вилки? Сколько же у нас стоит цезарь? 440 рублей. Цезарь всегда стоит дорого. Сухари промокшие, сухари ехали не отдельно. Да, сухари промокшие, помидорки не черри. Я почему жалуюсь? Дело в том, что черри они очень вкусные и кисловатые помидорки. Обычный помидор, он просто ватный. В отличие от черри. Но черри стоит дороже, я понимаю. Сколько тут креветок? 4 креветки. Раз, два, три. Ну, короче, за 440 рублей все, что мы получили, это 4 креветки, немножко листиков салата и размокшие сухари. Есть сырный соус. Нет, это съедобно. Хотя, блин, почему-то салат горький. Не знаю, почему. Листья салата вот эти вот, когда кладут, знаете, самые кочерыжечные куски. Вот кочерыжечные куски, они просто горькие. Ну, фиг знает. Не, не 440 рублей ни разу из-за размягшего сухарей, из-за горького салата, из-за 4 креветки и без черри не 400 рублей. Извините, чуваки. Чизкейк, вот что у нас осталось. Чизкейк. Ну, неплохой творожный чизкейк. Не такой сырно-сливочный, как cheesecake.ru, но покупной, понятное дело. Дайте я угадаю, сколько они за него берут. 270 рублей. Вот за этого, вот за этого берут 270 рублей. Ну, съедобно. Совсем забыли, бифстроганов за 429 рублей, 430 граммов. Так, где юбка? А тут, кстати, черри положили. Значит, есть у них такие черри. Че зажали-то? Отклупаем. Вкусная, неплохая порция домашнего пюре и тушеные говядины с грибами сверху. Ну, другое дело, что, как вы видите, слой мяса, слой самой говядины с грибами в сметане, неплохо, сделано, вообще отлично. Он не очень велик. Не, вкусная, вкусная, неплохая порция, но и стоит 430 граммов. И это, в основном, картошка. То есть, за 430 граммов вы получаете толщиной с полсантиметра вот такой вот слой, вот такой вот слой грибов и говядинки тушеной. Но, без строганов испоганить, испортить практически невозможно. Вкусно. И говядина мягкая. Ладно, давайте подъедим все это. Что можно сказать про гризли бар? Неоднозначное место, если бы оно приехало горячим, можно было бы поставить, ну, может, там, 8 из 10, потому что говядина реально мраморная, стейки у них не очень дорогие. Но, оно все приехало холодным, за полтора часа упаковано, но так, что оно даже за час горячим приехать не может вообще никак. То есть, это невозможно. Бургер не может стоять вот в такой коробочке и оставаться горячим целый час. Это просто невозможно. Ну, плюс горькие листья в Цезаре и филе миньон, который вообще не филе миньон, это так не делают, это так не подают, это так не жарят, и оно должно быть немножко другим. За что респект и уважуха? За вкусные большие гамбургеры, за использование мраморного мяса там, где оно нужно, то есть, не жлобятся на мраморное мясо, за то, что не сделали совсем подошву из стейка грибай, вот, без троганов тоже отличная, хорошая тема, не знаю, не знаю насчет доставки, дело в том, что сделал обзор на мясную лавку, сказал им, чуваки, фольга и бумага, стали делать фольгу и бумагу, стало приезжать теплым, стало приезжать горячим, если эти чуваки тоже начнут так делать, может быть, ходить к ним попить пивка, я более чем уверен, что можно, серьезно, если у вас рядом этот гризли бар, я уверен, что место неплохое, к тому же повара стараются, пытаются что-то делать, буррито отличное, буррито реально такое говяжье, сырное, вообще начинка просто обалденная, сжирается вот так вот, решайте сами, чуваки, в качестве доставки ни о чем, в качестве пойти пожрать, ну, как и многие бары, из которых есть доставка, наверняка очень даже, не божественно, не мясная лавка, но люди стараются и делают достаточно вкусно, впрочем, бабло они за это берут соответствующее, с вами был славный дружа обломов, кушайте много, кушайте вкусно, ставьте выпуску палец вверх, если хотите выпуск с мясом еще один, если вам нравятся выпуски с мясом больше, чем с чизкейками, напоминаю, что мой генеральный обзорный спонсор это приложение Delivery Club, ссылка на него находится в описании, нажал две кнопки, еда тебе едет, задницу от дивана отрывать не надо, по-прежнему, как и всегда, как и выпуск назад, как и два выпуска назад, как и три выпуска назад, Delivery Club не подводит, ну, Гризли Бар, то может как Бар и ничего так, на доставочка, скажем так, посредственная, всем пока!